Трудовая биография Михаила Лемасова, несмотря на то, что он прожил 100 лет, может уместиться в несколько строк, потому что вся его жизнь связана с нашим городом и патронным заводом. Как переступил первый раз в октябре 30-го его проходную, так здесь и работает, токарем 6-го разряда. До сих пор каждое утро спешит к своему станку, как он выражается на четвертой скорости. С днем рождения вас поздравляю! В том, что на заводе Михаил Иванович человек легендарный и всякий его знает, упоминать излишним. Достаточно сказать, что вот уже три года, как имя Михаила Ивановича, занесено в знаменитую книгу рекордов Гиннеса, как старейшего токаря планеты. Но он не только старейший, он еще и лучший. Ему дают мелкую, точную работу, которую он выполняет практически, ну как сказать, оттека претензий никаких не имеет. Своих профессиональных секретов Михаил Иванович никогда ни от кого не таил. Что спрашивать, все отдавал, все рассказывал. Вот я не жадный на это делал. Я и на деньги не жадный. Выучу их, они работают рядом. У них зарплата потом год через два выше моей. Самый главный вывод, который Михаил Иванович Лимасов сделал за долгую трудовую жизнь, звучит просто. Самое главное, любить работу надо. Тогда ты будешь на нее ходить с радостью с утра до вечера. Несмотря на то, что все свои сто лет он прожил в Симбирске-Ульяновске, приключений и ярких событий ему досталось с избытком. Есть что вспомнить. Память у него хорошая. Помнит даже, как пятилетним мальчишкой провожал отца на войну, еще ту, Первую мировую, в 1914. Еще война не началась, а уже все знают, что война немец вот-вот-вот начнет наступать. А свою войну, уже Великую Отечественную, Михаил Иванович Лимасов отстоял у станка. Честно и добросовестно. По 12, а то и по 16 часов в смену. На фронт не пустили. Поставили опять к станку со словами «Здесь ваш фронт. Работайте». Сегодня Михаила Ивановича можно считать живой историей завода. А скоро эта его эпохальная роль получит и свое материальное воплощение. В заводском музее специально для него установят персональный токарный станок, работающий. Чтобы мог для себя хотя бы еще, для дома, для семьи сделать винтик, гаечку и болтик. И о заветном. Есть у Михаила Ивановича такая мечта. И не одна. Первое, чтобы родной Спартак стал наконец-то чемпионом. А еще научить сына картошку выращивать. Сад, чтобы вот... Сад я уже передаю сыну. Там участвуют картошки. Он ее и не сажал, никогда ее не умеет. Привез в глубинку яиц картошки. Я говорю, ну, в следующий год доживу. Я сам буду сажать. Ты вскопаешь, а я буду сажать картошку. И выращусь у тебя вот такую. Старше него в доме Лемасова только часы. На год. Когда-то он их сам чинил. Часы идут, и жизнь идет. Елена Антонова, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.